Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Я приглашаю вас в новый выпуск, который будет посвящен двум пляжам и немножко города. Это наш любимый пляж Крылья Балтики, который труднодоступный, и пляж Сочифония. Сегодня вам их покажу, покажу немножко Адлера, нового Адлера, а именно, ну, Сириус, короче, как угодно его можно назвать. Возможно, сегодня покупаемся. Я поснимал пляжи Центра Сочи и Олимпийского пляжа. Вот они, два выпуска. Обязательно их посмотрите, получилось достаточно клёво. Погнали в новый выпуск! Ребята, я много раз говорил про то, что пляж труднодоступный и никогда не показывал почему. Сейчас я вам покажу дорогу сюда. Смотрите. Тут начинается такое некое бездорожье. Давайте, наверное, вот так вот. Так будет лучше. Если сюда ходить пешком, то тоже будет достаточно неприятно, потому что ездят машины и пыль приличная. Видите? Здесь приграничная зона. Летать здесь на дроне не получится. Вот, поэтому только с камерой. Здесь вот есть всякие различные КПП. И вот такая вот разбитая дорога. Конечно, каждый день сюда на этот пляж ездить тоже не очень интересно в том плане, что... Каждый день сюда покатаешься и потом загонишь после отпуска машину куда-нибудь. Тут ещё и так её освежили, насыпали новых камней сюда, видите? Так, блин, по хронике. Да, да, да. Не, ну они подзакрывали, вот эти дыры были солидные. Да, да. Но всё равно. Машину колбасит. Настенька, ты главное не ройди. Мне ещё надо. По пути. Опа. И вот самое интересное, мы подъезжаем к этому пляжу и я вижу, что народу здесь капец как много. Гляньте, всё забито. Я думал, что тут сегодня будет никого, но нет, всё, парковка вся забитая. Обычно пусто, но, конечно, да, учитывая, что начался сезон, то всё. Вот такая вот тут территория. Здесь свободное место. А, ну хотя нет, вот в луже ещё свободное место. Здесь, наверное, всё на шашлыки на праздники на май. Ну что, вот мы на парковке. Выглядит она вот так вот. То есть вот летом, конечно, здесь будет забито, но в целом берег широкий. Сейчас вам покажу. Здесь также есть кемпинговая история. Здесь всю зиму простояли автодома, а это платная парковка 100 рублей в день. И какой-то ещё пансионат. Несколько входов. Есть вот такой вот вход на пляж. Есть вот возле мусорки вход. Вот вход, ну такой, да. И как бы, так сказать, официальный, который по лестнице. Давайте подниматься. Ну, Родион. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Спасибо. На, держи. Вадюша. Сапай, сапай. Да. И вы посмотрите, вот такой шикарный большой пляж. Тут и галька. Самое главное, что она родная. И песочек, и кафе, и вот тут вот кемпинг вот за вот этой трубой. Здесь пока не продают мороженое, но будут. Беседки мангальные, вышка. Гляньте, как тут здорово. Тут уже вовсю, вовсю, хотел сказать, всё открыто. Нет, не открыто. Тут ещё идёт подготовка. Даже зонты они ещё, видите, не раскрыли, но поставили душ. Судя по шлангу, подвели уже воду. Переодевалки, логотип крыль, пляж крылья Балтики. А там уже приграничная территория. Давайте с вами пройдусь по настилу. Настилы есть, это хорошо. Но, опять-таки, здесь босиком ходить и без настила хорошо, потому что галька здесь очень качественная. И людей здесь, как всегда, немного относительно даже олимпийских пляжей. Олимпийские пляжи там начинаются через забор. И следующий забор, нейтральная территория. Здесь совсем скоро заработает вот это вот кафе Белый Парусай. Видите? Будет функционировать. Я думаю, чуть-чуть прям буквально чуть попозже бунгало. Будущие вот это вот лежаки. Ну, здесь, так сказать, в полном полном. Единственное, из новенького тира не установили. Будет функционировать. Батуты накачают, качельки поставят. Здесь, в общем, будет очень и очень хорошо. Ну, понятное дело, что они выровнят настилы, сделают все здесь, будет великолепно. Ну, и на каком еще пляже? Здесь в центре, так сказать, в самом таком туристической истории, да, где можно пожарить шашлыки. А вот здесь можно. Даже свой мангальчик притащил и пожарил. Вот такой вот, ребята, пляж Крылья Балтики. И да, кстати, тут еще есть техническая зона. Вот они уже вывезли все катамараны. Такие, такие всякие разные. Вот, техническая зона поставили. Очень круто ее оккультурили, да. Здесь будут соборды стоять. Вот, купаться здесь не нужно. Можно купаться там. А вот тут вытекает река Псово. Видно, да, по цвету и по течению. А там уже все ограницы. Вот видите, вышки, волейбольная площадка. Вот, ну тут, короче, хорошо. Этот пляж прям топчик. В общем, кто будет здесь, приезжайте, побудьте на тех пляжах, посмотрите, как там движуха. А потом приедьте сюда и посмотрите, как тут кайфово. Он, кстати, самый дешевый. Если везде там лежаки по 200, там по 150, то тут, по-моему, по 50. Ну, посмотрим чуть попозже, как будет с ценами здесь. И вот, видите, здесь даже есть песочек. У нас очень жарко, прям вот очень. Поэтому я думаю, что мы сейчас тут тоже искупнемся, заценим водичку и я с вами поделюсь. В этой части вот кафешка, видимо, которая откроется, касательная вышка и беседки, да, шашлыков. Ну, опять-таки, вы можете просто приехать вот так со своим столом, как ребята, поставить свой мангал и пожарить шашлык. Единственное, конечно, за собой уберите. Вот этот, видите, сейчас даже корягу вот эту не убрали, которая с псов спустилась. Ладно, пойдемте купаться. Так, смотрите, цвет морюшка. Мотноватый, конечно, но гораздо он приятнее, чем был вчера в Амеретинке на пляже Рейдис. Она вчера, например, такая была, какая-то пленка, как будто бы бензинная. Смотрите, какой вид. На Абхазские горы снега почти уже не осталось. Класс. Такой панорамный пляж. Горы уже распустились такие все зеленые. Настенька распустилась уже рожать скоро. Так свежо, знаешь, груздо лучше, чем во дворе. Ну, вы, что вообще невыносимо. А здесь вот море такое вытерло. Да. Классно, да, комфортно. Прям хорошо, не жарко. Хай. И все. Людей немного, кстати, да? Ладно, давайте окунемся. В общем, битвора сначала хотела вместе со мной скупаться, но в итоге, когда дело дошло уже до купания, они включили заднюю. Слушайте, вода гораздо теплее, чем была несколько дней назад, когда я купался вот на бархатных сезонах. Но, блин, она, короче, еще грязная. Я бы не залез, но надо освежиться. Так, ладно, быстро ныряем. Быстро ныряем и выходим. Ну вообще, вот цвет воды… сами посмотрите. Он очень мутный. Нырять не особо хочется. Воду не пьем. Глаза не открываем. Просто ныряем. Все, ноги уже сводит. Ладно, все, раз, два, три. Пошли, с вас лайк! Ну, чувствуется, что море, чувствуется соленое, но грязное. Слушайте, я не знаю, градусов, наверное, морешком уже градусов 16. На улице у нас сегодня где-то 25, наверное. Вот, давайте еще раз ныряем. Еще раз ныряем, да, по одному разу не будем. Еще раз ныряем, все, не выходим, тут прям что-то нанесло грязи. Ой, что это такое? Ужас. Ладно, раз, два. Да что такое за грязь, гляньте. Ужас, ужас, когда море будет чистое. Сейчас подальше отойду, ее откуда-то нанесло. Все, раз, два, три, выходим и едем на сочифоне. Пошли. Нет, ребята, наши все купалки с вами однозначно должны поддерживаться лайком, потому что еще не прям вам как тепло, но мы же экспериментируем. Ладно, все, поехали на сочифонию, посмотрим, как там дела обстоят. Май начался, открылся купальный сезон, точнее, пляжный сезон. Давайте там посмотрим. Балтику я вам показал. Что, ребята, мы приехали на пляж Сочифония. Я хочу вам немножко здесь показать округу, и потом мы пойдем с вами на сам пляж, покажу, как там дела. То, что вы сейчас видели и видите, это река Мзымта. Я не знаю, почему такой грязевой поток идет, такое сильное течение. Видимо, из-за того, что сейчас там обильно тает снег, потому что пекло в Сочи какое-то нереальное, 27 градусов. Вот здесь вот комплекс Мандарин, пляж Мандарин. Мы еще там не были, когда вот уже, получается, открыли сезон. Посмотрим, как этот пляж открылся и что там есть завтра в новом видеоролике. Поэтому подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить данный выпуск. В общем, с Мандарина, с его округи, самого пляжа, будет выпуск завтра. Я вам покажу, потому что очень много желающих и очень много людей, вообще, в принципе, переезжают на этот пляж. Он кайфовый, но единственное, что из-за реки вода там так же, как у нас в Чифоне. Ладно, пойдемте смотреть. Итак, ребят, смотрите. Здесь часть Сириуса, Адлера. Вот это вот все гостевые дома. Тут пошла такая аллея, она же набережная и по ту сторону набережная. Есть пешеходный мост, чтобы перебраться на ту сторону. Поэтому вот в той стороне с парковками очень туго. Можно машину припарковать здесь, да? Здесь такая достаточно большая зона, да? Парковочная. Можно сюда и здесь паркануть и дойти пешочком. Заодно вы прогуляетесь. А мы с вами отправляемся на пляж. Он перед нами уже, но вы, конечно, не особо сейчас поймете, что там и как там. Поэтому мы сейчас там дойдем, пройдемся. Пляж классный. Он, кстати, еще считается пляжем для серферов, потому что там хорошая волна. Ну, кто, короче, в теме серфинга, тот поймет, я думаю, знает. А кто заинтересовывается, либо хочет начать заниматься серфингом, то вот пляж, значит, вот этот в Сучфоне. И еще в Хосте. Как выглядит в Хосте, как катают в Хосте. Вот выпуск, ребята, посмотрите. Там, кстати, немножко про Хостинские пляжи, но это весенняя атмосфера. Тут течет речка Говнотечка. Ой, паршивые граффити. Вот если кто смотрит, вдруг вы вот рисуете, то... Блин, если вы рисуете, то рисуйте круто. А это, конечно, кулибинские художники. Блин, я не знаю, не надо так делать. Дальше мы с вами вот по такому проходим, да, проходу. И попадаем с вами еще на одну такую парковку. Она, кстати, тоже бесплатная. Именно здесь я паркуюсь чаще всего. Вот тачка. Здесь тоже можно запарковаться и отправиться уже на пляж. Здесь частный сектор. По левую руку старые постройки, по правую руку новые гостинички. Открылась шашлычная. Можно заказывать. Вот видите, вот так вот улица туда уходит. Нас интересует с вами именно сам пляж Сочфония. Вот он вход. Тут есть беседки на море, тут есть бани, тут есть бассейн. Поэтому я сейчас вам все покажу. Здесь такой проход. Тут тоже можно погулять. Такая сквер такой сосновый. Тут парковка. Парковка платная. Вот видите, уже сколько здесь машин. Ребята вовсю готовятся к открытию. Но тут пока вот ни одна палатка не заработала. Я думаю, в ближайшее время все завертится, закрутится. Видите, в принципе, ничего не изменилось. С тех пор, как мы здесь были последний раз. Но я думаю, что в ближайшее время должно все пооткрываться. Просто, как я говорю, пляж не очень интересен тем, что купаться тут не очень здорово. И я думаю, вряд ли кто будет здесь купаться. Потому что, во-первых, течение сильное от реки. Что здесь из новенького? Вот на граффити нарисовали. Кстати, здесь есть туалеты. Они бесплатные. И сделали вот такие шутковины для детишек. Для родителей даже, можно так сказать, с колясками. И вот мы попадаем с вами на пляж. Атмосфера здесь огненная. Тут можно взять на прокатку сабдоску. Тут также и школа при них. Вот видите, все, что тут есть. Шикс. Такая навигация. Ну все, открылись будки. Есть, можно взять, получается, бескаркасное кресло. Здесь есть вот такая вот кафе. Видите? Людей там сейчас мало. Видимо, там внутри жарко. Сверху есть кафе. Большой какой саб, смотрите. Клево. И бескаркасная такая вот площадка. Я хочу вам показать, как изменила Музымте рельеф. Видите? Раньше здесь такая была коса. А сейчас вот так вот. Она даже сделала вот такой пляж. Давай сейчас пройдемся. Посмотрим. Ну, вода очень сильно грязная. Я очень надеялся, что вот эти бетонные штуковины обновят и покрасят какой-нибудь яркие цвета, да? Но, увы, увы, нет. Пока все так. В течение сбило вот так берег. Раньше здесь такой был, не такой был сильный обрыв. А сейчас вот так. Думал сверху показать, но здесь тоже бесполетная зона. Здесь аэродром. И здесь вообще не то, что полеты как бы запрещены. Здесь просто даже дрон не взлетит. А там внутри есть такая тренировочная площадка. Ребята, видимо, сами замутили, там всякие груши висят, ханаты. Когда были сильные дожди, река выходила вот туда, вот этого берега, получается, ничего не было. Били сильные волны. Сейчас тут спокойно, видите, река стала просто туда прямо бить в море. Это вот все пришло с гор. Так вот люди лежат, отдыхают. Да, но вода грязная. Видимо, поэтому никто и не купается. Вот так здесь, ребята, все выглядит. Помимо того, что вот на новой косе можно полежать, позагорать, также можно и потусоваться в этой части. Здесь можно арендовать, значит, вот такие бескаркасные креслечки, да, по ценам. Единственное, я вам сейчас не подскажу, что сколько стоит. Также можно взять лежачки. Видите, вот так это все здесь выглядит. Есть такие мини-столики. Сделали сцену. Они ее вот красили. В итоге вот выкрасили. Мало ли здесь, наверное, какие-то тусовочки будут проходить. Есть качельки. Видите? Не знаю, на общем, тоже цены. Раньше здесь был указатель платы, но мы вот сколько здесь тусовали, всегда как-то бесплатно. Самое, что интересное, что тут есть вот такие беседки, которые можно тоже арендовать и здесь пожарить шашлык. Единственное, что раньше тут вот был берег и тут было, получается, пространство. А сейчас видите, как смыло? Пространства нету. Да. вода вносит свои коррективы, река точнее, да? Я говорю, было метра, наверное, 4 туда. А сейчас вот так вот. Кстати, вот по ценам. Беседка 500 рублей час, 2000 в день. Ну, если компания пришел, то, я думаю, нормально. Вот. Все. Столы, значит, стеклышки. Ну, единственное, не знаю, наверное, культуру-то не покрасит, а, конечно, надеюсь. Ну, вот так вот это все выглядит. Мангальчики. Когда спокойная река, здесь можно даже, я думаю, что ноги помочить. Такой пляжик образовался. Видите? Пляж Мандарин. Жди нас, мы скоро там будем. Вот видите, еще один самолет летит на посадку. Своя здесь, короче, атмосфера. Пляж Мандарин тоже раньше сюда вот приходил, но, говорю, когда сильные дожди лили, все нахрен смыло, и теперь река просто впадает. Такое изменение получилось в ландшафте. Вот здесь баньки есть. Можно также арендовать баню. Так. Что по ценам? Кстати, вот сейчас как раз они забиты, здесь люди парятся. Так, по ценам, по ценам. Я не знаю, изменилась, не изменилась. Вот тут табличка висела. Ну, короче, теперь ее нету. И вот откуда мы с вами шли. Вот она парковка. Ну, единственное, вот так срезать как бы нельзя пройти, потому что там вот эта речка-говнотечка течет. Ребята потихоньку очищают пляж, то, что приносят с реки. Вот, оккультуривают. Здесь, значит, бар. Вот тут они, кстати, по-моему, уже покрасили. Все, молодцы. И вот тут досеян. Сейчас я поднимусь. Надеюсь, никто не будет против, что мы поснимаем. Вот, покажу вам басик. Я уже показывал конечные выпуски, но посмотрим, как это выглядит сейчас. Ну, не, никого нету. Видите, здесь висит веревочка. Пока, видимо, нельзя. Ну, я думаю, что совсем скоро будет круто. В комментариях обязательно напишите те, кто здесь отдыхал летом, как здесь обстановка, как здесь атмосфера, много ли здесь людей, вообще, сколько это стоит. Но пока даже бар все закрыто, не функционирует. что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Не забудьте посмотреть вот эти выпуски, посмотреть, какая там обстановка на пляже. Я показал вам вот эти пляжи, так называемые, труднодоступные. В следующем выпуске мы посмотрим с вами мандарин, пройдемся там по набережной, посмотрим округу. Тоже будет очень классный и насыщенный выпуск. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик и нажать на все уведомления, чтобы когда выходят новые выпуски, вам приходили эти уведомления. И уделите одну минуточку своего времени сделать репост данного видеоролика в свои социальные сети. Это помогает в развитии канала. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в новом видеоролике. Всех обнял. Всем пока.